Здравствуйте! Это программа «Неделя города» о главных событиях. В пятницу и уходящей недели расскажут мои коллеги и я, Дина Исляева. Выбросила ребенка в мусорный контейнер, потому что в семье нет денег. Новые подробности громкого дела. Как готовиться к соревнованиям чемпионы. Один день с обладательницей золотой медали Кубка Европы под зудом Ариной Воробьевой. Возможность получить компенсацию и именовать уголовные ответственности. Росгвардия предложила жителям региона сдать незаконно хранящееся оружие. Новые подробности дела о выброшенном в мусорный контейнер ребенке рассказали следователи. Женщина призналась в совершении преступления и согласилась на проверку показаний на месте. Она боится, что у нее отберут двух малолетних детей. Компания выпивала за столом в комнате. Женщина на видео, снятом в ходе проверки показаний на месте, даже не говорит, что начались схватки. Рождение ребенка поместилось в сухую фразу – почувствовала себя плохо. Она пошла в туалет и попросила собутыльников вызвать скорую. Пока они звонили, родился ребенок. Она сама отменила вызов, сказав, что помощь больше не требуется. По словам женщины, когда сожитель ушел, она пошла на кухню и взяла пакет. С пакетом, даже не надев верхнюю одежду, женщина пошла к мусорным бакам. Одна из причин, почему женщина так поступила, как говорят следователи, в семье нет средств на содержание еще одного ребенка. Она с сожителем и двумя детьми живет в квартире с бабушкой. Женщина якобы единственный человек, зарабатывающий на содержание семьи. В настоящее время подозреваемо активно содействие с органами предоставительного следствия дает показания последовательные, которые сходят с показаниями свидетелей. То есть, вину совершенно полностью признает, в содеянном раскаивается. Напомню, в отношении женщины заведено уголовное дело по статье «Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка». Мальчик находится в реанимационном отделении перинатального центра. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое. В рамках расследования уголовного дела следователи инициировали вопрос о лишении подозреваемой и ее сожителя родительских прав, поскольку выяснилось, что двое малолетних детей содержатся не в лучших условиях. Дина Ислеева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Росгвардия предлагает добровольно сдать незаконно хранящееся оружие. Жители, которые это сделают, автоматически освобождаются от уголовной ответственности за это преступление. К тому же можно получить неплохое вознаграждение. О том, что Александр, оказывается, хранит у себя дома охотничье ружье, он узнал случайно. Вскоре, увидев новость в интернете о государственной программе профилактики правонарушений, сразу же решил сдать оружие. Ведь за незаконное хранение предусматривается уголовная ответственность. Но за сдачу на добровольной основе мало того, что к ответственности не привлекут, так еще и дадут денежное вознаграждение. Месяц назад я приобрел себе домик, ну и стал барахол оттуда разбирать, и обнаружил вот это вот ружье. Соответственно, в интернете я увидел то, что правительство Рязанской области проводит такую программу за награждение, принимает бесхозное оружие. Ну и, соответственно, решил обратиться в лицензионную разрешительную систему. На добровольной основе можно сдать не только оружие, но также и боевые припасы, взрывчатые и взрывные устройства. Сумма вознаграждения будет зависеть от вида и количества оружия. К примеру, за автомат, пулемет или гранатомет можно получить 10 тысяч рублей, за винтовку или карабин – 7 тысяч, а за пистолет или револьвер – 5 тысяч рублей. Граждане, незаконно храняющие у себя оружие, могут сдать его в Центр лицензионной разрешительной работы отдела Росгвардии по Рязанской области. В будние дни с 9 часов утра до 6 часов вечера, а также в дежурную часть МВД круглосуточно. Проводится проверка, выясняются все обстоятельства и выносится, в случае, если добровольно человек принес это оружие, отказной материал. Заключение об отказе в возбуждении уголовного дела дается этому человеку. Он с паспортом, с квитанцией о том, что он оружие сдал и с этим, с копией этого заключения, обращается в Главное управление по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти. Заявление рассматривается в течение 14 дней. После этого выдается обещанное вознаграждение. Государственная программа правительства Рязанской области действует с 2015 года. В этом году на ее реализацию из бюджета выделили более 4 миллионов рублей. Результаты внушительные. В прошлом году рязанцы сдали более 1000 единиц патронов и 3 единицы гладкоствольного оружия. А в 2016 году целых 59 единиц оружия и более 6000 единиц боеприпасов. В случае, если нарушитель все же не захочет сдать оружие добровольно, ему грозит лишение свободы сроком до 4 лет по статье 222 Уголовного кодекса. Ана Малистова, Дмитрий Фимов, телекомпания «Город». День работников торговли, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства отмечают на этой неделе. В преддверии праздника лучшим специалистам вручили региональные награды. Подробности в нашем сюжете. Вера Мустафаева проработала парикмахером практически всю свою жизнь – 45 лет. Признается, что родители хотели выбрать для нее другую профессию, но она настояла на своем. Теперь Вера Павловна – настоящий профессионал своего дела. Мне очень нравилась творческая работа. А когда я не поступила в мединститут, ну, мне пришлось какое-то время поработать в РКБ «Глобус», ну, я не могла работать там, где я не видела результат своего труда. И поэтому три года я потерпела и пришла вот сюда. А начиналось все далеко не как в сказке. Чтобы стать парикмахером, нужно было год проработать техничкой. И спустя 12 месяцев Вера Павловна взялась за ножницы. Своего первого клиента помнит до сих пор. Говорит, что сильно нервничала тогда. Да и стрижка затянулась, хотела сделать все идеально. Спустя много времени рвение «сделать все идеально» осталось. Каждому человеку ищет свой подход. Да и, как они сами говорят, Вера Павловна не закончит стрижку, пока каждый волосок не будет на своем месте. Валентина Машарова признается, что ходит к Вере Павловне, сколько себя помнит. Их знакомство длится уже больше 20 лет. Мастер отличается жизнелюбием и активностью. Ее улыбка заряжает на неделе вперед. Вера Павловна, она очень хороший мастер. Она, в общем-то, современный мастер. Всегда современный. Несмотря на ее возраст, она всегда следит за модой. Она знает, что каждому клиенту нужно. То есть, в ее стиле не только там постричь, но она еще посоветует, какую лучше краску подобрать, какая стрижка лучше подойдет вот именно данному клиенту. Ну, вот это и притягивает. Коллеги отмечают, что с Верой Павловной легко и комфортно работать. Она может тактично подсказать, поделиться своим опытом и в то же время не стесняется принимать новые подходы молодых сотрудников. Мастер говорит, что именно самообразование – залог успеха. И каждый день старается открывать для себя что-то новое. Руки у нее волшебные. Из-под ее рук выходят, всегда получаются чудесные прически. Взмахом ножницы, расчески получаются креативные стрижки. Работает она легко, всегда с улыбкой. Наверное, вот это вот, наверное, и можно почерпнуть. Потому что взаимопонимание с клиентом всегда должно быть. Мы же ведь не только парикмахер, но еще и психологи. То есть Вера Павловна всегда находит индивидуальный стиль для каждого клиента. В свадебные вечерние прически к Вере Павловне обращаются с различными задачами. И мастер не пользуется шаблонами, находит свой стиль для каждого. А для этого постоянно совершенствуется. Не стесняется просить коллег помочь и подсказать ей, как и она помогает им. А вечерами сидит за компьютером и изучает различные стили. Говорит, учиться никогда не поздно. Вдохновляет, наверное, вы знаете, доставить людям удовольствие. И вдохновляет работать так, чтобы к тебе, человек, даже который первый раз попал, вернулся к тебе опять. Именно к тебе обслужиться, чтобы это было хорошо и понравилось. За хорошую и долгую работу Вера Мустафаева получила благодарность губернатора. Одну из самых престижных, оно и понятно. Это профессионал своего дела, которая работает в самом обычном салоне красоты «Улыбка» на Первомайском проспекте. Золотую медаль на Кубке Европы под дзюдо среди кадетов завоевала рязанская спортсменка Марина Воробьева. 16-летняя спортсменка стала победительницей в весовой категории 44 килограмма, одержав победу в четырех встречах. Как тренируется настоящий чемпион, расскажет Анна Малистова. Дзюдо – не женский вид спорта. К подобным высказываниям юная спортсменка привыкла. Марина занимается дзюдо целых 12 лет. Несмотря на юный возраст, она уже выбрала для себя спортивную карьеру. Мечтает выиграть олимпийское золото. Четыре года Марина состоит в сборной России под дзюдо среди девушек и юношей до 18 лет. На ее счету уже не одна крупная победа. В 2017 году Марина завоевала первенство мира. Также она является многократным призером Кубков Европы. На соревнованиях в Хорватии одержала четыре победы, став лучшей в своей весовой категории. Самая тяжелая, наверное, была первая встреча. Я там выиграла девочку только в дополнительное время. Наверное, первую встречу всегда тяжело бороться, надо собираться. А вот финальная встреча прошла без особых трудностей. С французской спортсменкой Марина уже боролась месяц назад в Италии. В детско-юношеской спортивной школе «Комета» девушки и юноши тренируются шесть дней в неделю по четыре часа в день – утром и вечером. Иногда на тренировку приходится вставать в пять утра, затем школа, пару часов отдыха и снова тренировка. К такому непростому графику девушка уже давно привыкла. Приятно работать, когда человек не капризничает, выполняет те задачи, которые ей ставишь. Делает она объем в иной раз даже больше, чем юноша, поэтому и хороший результат. Трудолюбие и упорство спортсменке действительно не занимать. Перед первенством мира в Чили два года назад Марина сломала палец на ноге. Тогда с серьезной травмой она завоевала золотую медаль. Сейчас в спортивной школе Олимпийского резерва тренируются как юноши, так и девушки. Правда, желающих заниматься таким мужским видом спорта среди представительниц прекрасного пола гораздо меньше. Тренировки мальчиков и девочек мало чем отличаются. По словам тренера, если девушки тренируются вместе с юношами, то и борются они по-мужски. Неважно, сколько ей лет, это же спортсмен, то есть надо помогать друг другу. То есть в моменты, когда ей нужно, когда нужно постоять с ней в паре, почему бы и нет. Сейчас Марина готовится сразу к нескольким крутым соревнованиям. К трём Кубкам Европы, к первенству Европы и первенству мира, которое состоится осенью в городе Алматы. У рязанской спортсменки есть все шансы на победу, поэтому нам остается пожелать только удачи. Анна Малистова, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Теперь к итогам недели. Самые обсуждаемые новости недели – допросы и задержания. В понедельник, 11 марта, сотрудниками ФСБ на рабочем месте была задержана гендиректор фонда капремонта Рязанской области Марина Бондарева. По данным портала «Вид сбоку», также проведены оперативные мероприятия у муниципального предприятия «Ремонтно-строительное управление номер один», которое является подрядчиком на выполнение работ по капремонту. Уже на следующий день Марина Бондарева появилась на работе. А на беседу 12 марта пригласили уже исполняющего обязанности главы администрации Рязани Сергея Карабасова и его заместитель Сергея Савина. Их допросили в качестве свидетелей по делу о коррупции в Рязанском муниципальном предприятии «Детское питание», сообщили в пресс-службе Следственного комитета. Совместно с ФСБ России провели обыски в отдельных помещениях, расположенных в здании администрации города Рязани. По делу «Детского питания» обыски прошли на агрокомбинате «Рязанский». Как пишет вид сбоку, его владельцем является депутат областной думы Станислав Подаль. Помимо руководства крупнейшим предприятием по производству молочной продукции, Подаль имеет широкие интересы в различных сферах бизнеса. Рязань вот-вот потеряет озеро Дикой утки. Его засыпают землей и строительным мусором. К сожалению, под удар подпадают и два соседствующих озера Трубеж и Сологощи. Активисты бьют тревогу. К делу уже подключились рязанские коммунисты. Строительные работы на озере Дикой утки ведутся, кажется, и днем, и ночью. Местные жители говорят, что ежедневно сотни большегрузов привозят сюда грунт и строительный мусор. Активисты куда только не обращались, но засыпка по-прежнему продолжается. Потери озера, как говорят местные жители, это большой удар по экологии Рязани. За помощью они обратились к первому секретарю Рязанского обкома КПРФ Денису Сидорову. Проблема в том, что это озеро находится в зоне Р6, на которую нельзя складывать строительный мусор. А как, наверное, вы все знаете, я был свидетелем того, что свозились машины, самосвалы, свалился строительный мусор. Не раз экологи обращали внимание на то, что на озере Дикой утки поселилась большая колония разных птиц, как обычных, так и краснокнижных. Кряквы, утки, озерные чайки – все они уже привычные обитатели водоема. Там же гнездятся крачки, в том числе краснокнижная белощекая крачка отмечалась там на гнездовании. Ну и другие околоводные птицы. Из редких, например, это малая выпь, там же встречается. И по краям на деревьях располагается колония краснокнижной птицы «Ремес». Денис Сидоров написал заявление начальнику МВД России по Рязанской области, где просит разобраться в сложившейся ситуации. Вообще, я считаю, что из-за наживы многие предприниматели совершенно не думают о будущем, не думают о будущем наших детей, наших внуков, нашего любимого города. Потому что без экологии, как мы здесь все будем жить? Это очень, на самом деле, неприятная ситуация. Я уверен, что многие активисты со мной согласятся и будут принимать все меры по недопущению таких ситуаций в будущем и по ведению вот этой проблемы. И я думаю, что мы все доведем до конца, потому что так быть не должно. Экологическая обстановка в городе и так оставляет желать лучшего, говорит Денис Сидоров. И позаботиться об этом мы должны сейчас. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город. Рязанским предпринимателям напомнили о необходимости установки контрольно-кассовой техники. Сделать это нужно до 1 июля. Для них действует ряд льгот. Одна из них – компенсация средств. Вернуть можно до 18 тысяч рублей за одну кассу. Вступает в силу третий этап внедрения контрольно-кассовой техники. Он затронет 4600 предпринимателей. Среди них те, кто применяет патентную систему налогообложения, ЕНВД, индивидуальные предприниматели, а также все организации, которые работают в сфере услуг. Напомним, что в рамках первых двух этапов реформы электронные кассы уже появились у более чем 11 тысяч бизнесменов. На первом этапе мы столкнулись с такой проблемой, что была нехватка искренних накопителей, была нехватка именно отчасти самого оборудования, каких-то дополнительных программ. На сегодняшний день уже такой проблемы не существует. Сотрудники налоговой отмечают, что приобрести можно любую кассу. Сейчас их представлено более 170 моделей, в том числе и рязанских производителей. А регистрация устройства на сайте налог.ру займет не более 20 минут. При этом действует ряд льгот. Если вы до первого года приобретаете эту кассу и ставите ее на учет, если ее притенет, то вы имеете право на налоговый вычет, правильно? 17 тысяч рублей за каждую кассу. За каждую кассу. За каждую кассу. То есть, обеду. Похожаю на строительные условия. И я официально делаю, что это по праву действующих сроков. То есть, если ваша касса стоит 12 тысяч рублей, то на оставшиеся по вычету 6 тысяч вы можете компенсировать затраты на ее установку или обслуживание, а также установку программного обеспечения. Стоит отметить, что сейчас для нарушителей не предусмотрены штрафные санкции. То есть, задача налоговой – разъяснить и помочь перейти индивидуальным предпринимателям на новую систему. Действует горячая линия по телефону 24-28-86. А также работают открытые кассы. Приходите в инспекцию, вас встречается от вы, как говорит, что я, собственно, как раз для этих целей пришел. Вы узнаете больше о многих, как это. Вас встречают, проводят в компьютерный класс, скажем так, и наглядно объясняют, показывают, разъясняют. Стоит отметить, что останавливать кассу нужно не всем. В число исключений входят продавцы газет и журналов, ценных бумаг, мороженого в киосках и разливных напитков, стеклопосуды, организаторы питания в школах и других организациях, изготовители ключей и брелоков, предприниматели, оказывающие услуги в сфере присмотра и ухода за детьми и пожилыми, ремонта и окраски обуви, занимающиеся художественными промыслами. Полный перечень можно посмотреть на сайте налог.ру. Галина Кудряшова, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». 13 рязанских окраин планируют включить в новую программу развития. Среди них Агропром, Борки, Галенчина, Дягилево и другие. Прорабатывать будут несколько направлений. Это ремонт дорог, установка фонарей, прокладка инженерных коммуникаций и благоустройство территорий. Гуляют по проезжей части, ведь альтернативы нет. Жители поселка Борки вынуждены рисковать жизнью. На узкой центральной магистрали не предусмотрены как тротуар, так и пешеходные зоны. Поэтому делить дорожное полотно приходится с машинами. Машины едут, приходится в какие-то сугробы лезть. Конечно, очень неудобно. Ситуация похожа на ту, что в поселке Строитель. Конструкция улиц того времени не предусматривала большого количества как людей, так и транспорта. К тому же в поселке Борки сохраняется малоэтажная застройка, ведь он находится в зоне охранного режима Рязанского Кремля. Отсутствие высоток сказывается на всем, например, дорогах. От снега их очищают своими силами, а с ямами борются с помощью щебенки. На отсутствие освещения пожаловали жители седьмого и девятого районов. Нарекания вызывает и общественный транспорт. Несмотря на то, что в поселок Борки ходит целых три автобуса, дождаться их бывает проблематично, особенно в холодное время года. То один за одним, как-то график у них ненормированный, то ничего нет. По ползара часа, по два вечером ждем. Вот с восьми, допустим, там может только перед восьми часами уедет он, и приедет только полдесятого следующий. Полтора часа люди стоят, ждут. Проблема возникает и с регулярностью вывоза мусора. Помимо несанкционированных стихийных помоек, свалки появляются и там, где стоят контейнеры. Ведь они не просто доверху набиты пакетами. В мусоре территория в несколько метров вокруг. Вывозится очень тоже редко. Во-первых, когда они начали возить, они нормально возили, а сейчас еще тоже начинают перебои у них. До Нового года они начали так, а потом периодически. Раз в две недели, а то в три недели. Так что случаются такие перебои. О проблемах в администрации города знают. Поселок Борки включили в новую программу развития. Изменения коснутся самых проблемных вопросов. Это ремонт дорог, установка фонарей, прокладка инженерных коммуникаций и благоустройство общественных территорий. Однако сроки и финансирование пока не определены. Напомним, создать отдельную программу развития окраин предложили на публичных слушаниях по бюджету Рязани. Галина Кудряшова, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Железнодорожные вокзалы подключили к безопасному городу. На перронах, переходах, в залах ожидания установлены камеры, которые помогают транспортным полицейским следить за порядком. На вокзале Рязань-2 в основном делают остановку поезда дальнего следования. Перед каждым прибытием сотрудники транспортной полиции отправляются на перрон. Следить за правопорядком им помогают камеры. Как только пассажир выходит из поезда, сразу попадает в зону видеонаблюдения. Под прицелом системы «Безопасный город» все объекты, начиная от переходов, заканчивая залом ожидания. Эта система довольно-таки хорошо позволяет, если какие-то совершаются преступления, то можно отследить. Плюсом эта система является то, что все видеозаписи, они архивируются и в любой момент можно всегда просмотреть, что происходило, в какое время. Изображения изо всех камер на вокзалах Рязани попадают сюда в линейный отдел полиции. Если система находится в падении, на место сразу же направляют наряд. В этот раз нарушителей обнаружено не было, но во время обхода транспортные полицейские заметили спящего пассажира. Этот раз полиция Шургина, документы проявите. Куда едете? На Москву, да? К таким пассажирам всегда подходят. Разбудить, чтобы не пропустил свой поезд и узнать, все ли в порядке. Система «Безопасный город» на таких пассажиров не реагирует. Она в первую очередь ищет преступников. Процент совпадения высокий. Эта система настолько, что антропологические данные граждан, которые находятся в розыске, они закладываются уже в программу, в компьютер. И камеры, которые отслеживают данное лицо, то есть по лицу, по строению лица, это отслеживают. То есть это 99% вероятность, что это данное лицо будет выявлено. Денис Лева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». До конца года подрязанских инвалидов адаптируют 11 зданий и организации. На реализацию программы «Доступная среда» выделили более 20 миллионов рублей. Галина Кудряшова продолжит. Спортсмены с ограниченными возможностями здоровья тренируются на стадионе ЦСКА. Для них работают две секции. Это легкая атлетика и боча. Здесь все продумано. «Доступная среда» начинается прямо от подъезда собственного дома. Очень удобно. Все машины отлично. С подъемником привозят, отвозят. Мы довольны. Транспорт у нас удобный. И в Олексин, когда ездим, все у нас очень удобно. Доступно, удобно. Наталья – мама Екатерины Седовой. Девушка является мастером спорта по бочи. Выезжает на международные старты. Управлять коляской может только ногами с помощью джойстика. Поэтому использует для перемещения электронную модель. Бросает мячик тоже ногами. Стоит отметить, что боча – паралимпийский вид спорта. Это смесь боулинга и керлинга. Максим Мичулин занимается им уже пять лет. Мы вообще полные надомники. То есть мы обучаемся на дому. У нас не работают руки. За счет боча. То есть руки стали намного лучше. Лучше стала работать голова. Вход на площадку оборудован пандусом. Но важно не только его наличие, но и угол наклона. Он не должен превышать 20 градусов. Тайлета душевая тоже доступные. Пороги скомпенсированы обычными дощечками. Ведь если выступ превышает 2,5 сантиметра, то забраться на него самостоятельно уже невозможно. Если с ручной коляской могут помочь люди, она весит около 10 килограммов, то электронная достигает 70. Есть в распоряжении и специализированные модели. Каждая под свою задачу. Эта коляска у нас предназначена для обмывки спортсменов в душевой. Здесь люди моются, выезжают. Топчан у нас вытирается, обсыхает. Это спортивная коляска. Существуют на соревнованиях специализированные боксы, которые 2,5 метра. И чтобы удобнее было двигаться у людей, у которых руки более-менее работают, вот эта коляска спортивная. Спортсмены отмечают, что грамотно оборудованной и доступной среды в городе немного. Даже просто выйти на улицу и погулять в парке для них становится невыполнимой задачей. Социальными объектами ситуация чуть лучше. Прекрасные примеры – это стадион ЦСКА и библиотека имени Горького. В этом году доступнее станут еще 11 зданий и организаций. На их переоборудование потратят около 20 миллионов рублей. Галина Кудряшова, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Под Санкт-Петербургом начались съемки художественного фильма «Архипелаг». Картина расскажет историю российско-шведской экспедиции по градусному измерению на Шпицбергене. Продюсер и главный консультант картины – председатель Рязанского географического общества, герой России Михаил Малахов. Камера, мотор, тишина! Фильм расскажет о подвиге российских ученых, которые в сложных арктических условиях решили сложную задачу – измерили кривизну земли в районе Северного полюса. Это большая 300-летняя работа, завершающей точкой которой и стала экспедиция российских и шведских специалистов. Произошло это в 1902 году. Такие простые, на первый взгляд, измерения сыграли огромную роль в жизни людей. Многие даже не осознают, что вот то, что они сейчас используют, свои GPS, координации и так далее, это в основе лежат точные географические карты. Они стали возможны только благодаря таким измерениям, когда стало понятно, какой формы земля, кривизна, коэффициенты для того, чтобы эти карты соответствовали действительно на бумаге тому, что есть на местности. И это заслуга вот той экспедиции. Михаил Малахов рассказал, что съемкам фильма предшествовал обычный человеческий порыв. Больше ста лет назад научная экспедиция, чтобы измерить форму земного шара, устанавливала так называемые триангуляционные геодезические знаки. Выглядят они как каменные пирамиды. Таковых было установлено 42. Экспедиция под руководством Михаила Малахова решила отыскать их все. Нашла более 40, сохранившихся до наших дней. Последняя была одновременно и самой интересной, и самой сложной. Самое потрясающее, конечно, было посещение точки, или горы, которая соединяла две линии измерений, северную шведскую и южную российскую. Без вот этой соединительной точки нельзя было соединить вот эти измерения. Тогда получилась линия в 220 километров шведская и 280 российская, не соединенные. А эта точность измерений тогда всей дуги была бы на порядок меньше. Точка, которая соединяла две линии измерения, находится на горе Чернышова. Шведская экспедиция предприняла около трех попыток забраться на нее, но ни одна успехом не увенчалась. А российским специалистам повезло больше. В 1902 году они установили здесь последний 42-й триангуляционный знак, а также 24-килограммовый российский флаг. Все это сохранилось до наших дней. Экспедиция Михаила Малахова достигла этой точки в 2016 году. Поэтому там, стоя на этой вершине, были произнесены слова не мной, а моим старшим сыном Михаилом Малаховым, а он как раз учился в ГИКе, в тот период сказал, про это надо снимать художественный фильм. Мне вам приятно сказать, что вот действительно несколько дней назад начались реальные съемки художественного фильма под названием «Архипелаг». Создание ленты поддержало Министерство иностранных дел Российской Федерации, Министерство культуры, Российская академия наук, «Русское географическое общество», «Ассоциация полярников». В фильме снялись Дмитрий Поларамчук, Андрей Мерзликин, Марина Петренко и другие. Михаил Малахов добавил, что съемки закончатся примерно через год, так что нужно немного подождать. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Это были главные новости уходящей недели. Еще больше информации вы сможете найти на нашем официальном сайте город62.tv и в группах в социальных сетях. Я с вами на этом прощаюсь. Хорошего отдыха и до встречи в эфире. Мама спит, она устала, в пробках два часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустным не бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас, переезжаем в Еврокласс. Это в центре, здесь все рядом, всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас, заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Субтитры создавал DimaTorzok